В эфире телеканал «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но вначале коротко об основных событиях. Идет подготовка к выборам в общественную палату муниципалитета. Время подавать документы. Сегодня приходили три человека, просто консультировались. В Подмосковье продолжают принимать необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Дезинспекция троллейбусов выполняется у нас три раза за смену. Поставленный по пьесе Андрея Макоенка спектакль «Трибунал» в «Видном» встретили со слезами на глазах. Спасибо, ребята. Огромное спасибо. Вы не даете забыть, что я человек своей страны. В Ленинском городском округе начался прием документов от кандидатов в новый созыв общественной палаты муниципалитета. Как проходит этот этап формирования созыва, какие документы необходимо собрать заявителям, выясняла наш корреспондент Юлия Погосян. В понедельник начался очередной этап формирования нового созыва общественной палаты Ленинского городского округа. 16 марта заработали пункты приема документов от кандидатов. Ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайтах общественной палаты Московской области, нашего муниципалитета, а также администрации округа. У потенциальных кандидатов общественного мнения есть два пути, по которым они могут заполнить бумаги. Самовыдвиженцам тогда им необходимо собрать минимум две рекомендации от авторитетных жителей городского округа и от трудового коллектива или общественной организации, в которой состоит кандидат. Помимо этого надо написать официальное заявление на вступление в ОП. Традиционно, конечно, все-таки приоритет выстраивается на то, чтобы общественник представлял интересы какого-то сообщества. По действующему созыва, можно сказать, что у нас есть ряд организаций, которые давно работают, и их участие в общественной палате – это подтвердение того, что действительно эти люди – общественники с большим статусом и большой значимостью в обществе. Не думаю, что это будет ключевая позиция в выборе кандидатуры, но это будет значимым результатом для направления. Подать документы можно до 15 апреля. В округе работает два пункта приема заявок. Видно по адресу проспект Ленинского комсомола 23-3, помещение общественной палаты муниципалитета и в деревне Мильково – досуговый центр Дроздова. Также там можно получить консультацию по возникшим вопросам в процессе заполнения документов. Прием ведется ежедневно. В будние дни с 10 часов утра до 7 часов вечера, в выходные дни с 10 утра до часу дня. Работа началась с вчерашнего дня. Вчера никто пока не пришел. Сегодня приходили три человека, просто консультировались. То есть пока принятых заявлений нет, ждем. А в Мильковском отделении кандидатов ждут в будние дни с 12 дня до 19 вечера. По завершению этапа приема документов будет назначен день рейтингового голосования. Будет подготовлены, скажем так, бюллетени с потенциальными кандидатами в общественную палату. И на утвержденном объекте, скорее всего, будут кинотеатры «Искра» либо другой какой-то объект, будет принято решение о проведении рейтингования. Тоже процедура открытая, соответственно, она будет дополнительно проинформирована по всем нашим возможным средствам массовой информации. То есть люди, все желающие, могут прийти и отдать свое подпочтение за тех общественников, которые, они считают, действительно могут нести большой вклад в развитие гражданского общества. После рейтингового голосования кандидатов ждет важное собеседование с представителями трех сторон, решением которых и будет сформирован новый созыв Общественной палаты Ленинского городского округа. Это Совет депутатов муниципалитета, Общественная палата Московской области и Главное управление социальных коммуникаций. Итого 30 человек станут новыми лидерами общественного мнения округа. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. В Подмосковье продолжают принимать необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса, вносятся коррективы и в работу общественного транспорта. Какие именно, выясняла наш корреспондент Екатерина Борисова. В Московской области принимаются необходимые меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Коснулись нововведения и работы общественного транспорта. Еще с 7 марта в Подмосковье начали проводить профилактическую дезинфекцию в салонах троллейбусов и автобусов. Рекомендовано делать ее не реже двух раз в день. В Витновском троллейбусном парке обработку осуществляют чаще. Дезинфекция троллейбусов выполняется у нас три раза за смену, за время работы водителя. Это один раз вечером при заезде в парк. Мощица проводит дезинфекцию салона. И два раза в течение смены водитель сам проводит дезинфекцию. Антисептиком тщательно обрабатывают руль, поручни, сиденья и другие поверхности. Водитель Витновского троллейбусного парка с почти 40-летним стажем Ренат Менгалеев признается. Работы, конечно, прибавилось, но делать это нужно. Ну, все-таки тяжело, привычная работа, как и удобно. В связи с эпидемиологической обстановкой увеличили и количество морек салонов общественного транспорта. Так, раньше троллейбусы мыли один раз в день, теперь три. Утром при заезде на первый обед в середине дня и вечером тоже при заезде в парк. Значит, какой объем работ? Ну, это влажная уборка и плюс дезинфекция. Это поручни, сиденья, проемы и кабина водителя. Также в целях профилактики распространения заболевания с 17 марта водители не будут принимать деньги для оплаты проезда. Пассажирам рекомендовано производить оплату только при наличии банковскими картами, картами стрелка, стрелка-тройка совмещенными. На данный момент мы не высаживаем пассажиров из троллейбуса, но всем рекомендовано приобрести пластик для оплаты проезда. Все водители общественного транспорта с утра проходят обязательный, тщательный медицинский осмотр, поэтому к работе допускаются лишь здоровые сотрудники. Ну, а пассажирам Минтранс рекомендует для профилактики заболеваний надевать медицинские маски и почаще мыть руки с мылом после посещения общественных мест. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В преддверии 75-летия Победы мы продолжаем рассказывать о ветеранах, проживающих в Ленинском городском округе. Герой нашего сюжета Вениамин Петрович Андреев – участник Великой Отечественной войны. 60 лет он прослужил в армии связистом. Особенно его миссия была в военные годы, ведь от его работы во многом зависел исход многих боевых операций. Вениамин Петрович Андреев пошел на фронт добровольцем. Ему было всего 18 лет. До июля 1942 года он учился в Сталинградском военном училище связи. Продолжил образование в Муроме, куда был эвакуирован. Участвовал в боях за Сталинград в составе маршевых родсвязи. Под ожесточенным огнем, рискуя жизнью, приходилось прокладывать сообщения в районе Мамаева-Кургана. Вот вы согласны, как Юлия Друнина, поэтесса, сказала? Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Правильно говорили. Она правильно сказала? Правильно. Война есть война. Потому что тебя в любой минуту могут убить. Или осколки бомбы. В 1943 году после окончания училища был направлен в 27-й отдельный полк связи 14-й армии Карельского фронта. Там Вениамин Андреев был назначен начальником радиостанции самолета-бомбардировщика. В условиях Заполярья, как рассказывает герой нашего сюжета, часто использовались подвижные средства сообщения. Авиация, автомобили, оленьи упряжки. Трудно было обеспечить радиосвязь. Создавали помехи, магнитные бури и северное сияние. Когда северное сияние, прекращается всякая связь. Да вы что? Провода исправлены, радио исправлены. Ничего не работает. Глухо. Это и сейчас так? И сейчас так. И гудит. В нелегких условиях всегда рядом была супруга Лидия Константиновна. В браке они прожили 72 года. Вырастили двух сыновей. Когда я вышла дамуж, я уже свою специальность вообще забыла. Я в ателье училась, в ателье начала работать. Потому что в городе жила Петрозаводская. Уехали уже, стали. То в лагере, то в полку где там что. Ну и разные работы. Главным событием своей жизни Вениамин Петрович называет долгожданный день победы, который он встретил в землянке. Когда объявили, что конец войне, надо отмечать, ничего нету. Старшина прошляпил, я говорю, водка всегда была, нету. И что вы сделали? Взяли тройный одеколон, флакон, развели в воде, чокнули все, кто был. И выпили за победу. Сейчас 96-летний фронтовик Вениамин Андреев признается, что радует его в жизни честность и порядочность в людях. Встречаете вы в людях честность и порядочность? Да. Вот люди, которые меня знают, в праздничные дни мне покоя не дают. Поздравляют. Поздравляют. Подарки тащите. Я говорю, ничего мне не надо, отстаньте вы. И звонят, поздравляют. И говорят, мы вас никогда не забудем. За освобождение советского Заполярья Вениамин Андреев четыре раза получал благодарности от Верховного Главнокомандующего. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги. Это память, что я был активно участвовать в Великой Отечественной войне. И что я жив остался. После войны Вениамин Петрович был направлен в ракетную часть в поселок Петровское, где прослужил до 1970 года. В Ленинграде четыре раза принимал участие в парадах на 9 мая. Для Вениамина Андреева каждый день победы волнительны. Ведь в это время он словно заново переживает фронтовые будни. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Библиотека поселка Развилка давно стала местом проведения досуга жителей самых разных возрастов. В рамках проекта «Активное долголетие» здесь прошел мастер-класс по вышивке. Занятие по-настоящему весенним творчеством посетил наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в библиотеке поселка Развилка состоялся творческий мастер-класс для жительниц старшего возраста. Провели его сотрудники центра досуга «Картино», с которым библиотека тесно сотрудничает уже не первый год. Сегодня мы приехали с мастер-классом. На мастер-классе будут делать цветы тюльпаны в технике «Изонить». Тюльпаны почему? Потому что весна, тюльпаны – символ весны. На улице солнце, хочется ярких красок, ярких цветов. Мастер-классы для детей по технике «Изонить» в центре досуга «Картино» проходят уже давно. На этот раз попробовать себя в этом искусстве предложили участницам клуба «Активное долголетие». На выполнение рисунка рукодельницам не нужно было затрачивать много усилий. Кстати, сам процесс помогает поддерживать мелкую моторику и зрение. А получившаяся работа радует глаз. Очень нравится мне вышивать, нравится шить. Я до сего времени и дома зашиваю, все на машинке, строчу все. Несмотря что у меня далеко за 80. Моя домашняя работа – это готовка. Я повод. А здесь вы отдыхаете? А здесь я отдыхаю, правда. Здесь я отдыхаю душой и телом, точно. Для жительницы развилки Екатерины Владимировны Васильевой подобный вид досуга тоже не в новинку. Я всю жизнь прожила и всю жизнь, говорю, вот повязала и шила. Ну а здесь вообще обалдеть, конечно. Красиво очень. Проект «Активное долголетие» завоевывает все большую популярность среди старшего поколения. Это возможность не только с интересом и пользой провести свободное время, но и пообщаться между собой. Активное долголетие у нас проходит очень активно, начиная от мастер-классов, литературных встреч, заканчивая экскурсиями различными. Досуговые мероприятия для жителей сельского поселения Развилковское будут продолжаться. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Поставленный по пьесе Андрея Макайонко спектакль «Трибунал» в «Видном» встретили со слезами на глазах. И это не фигура речи. Премьера постановки состоялась в районном центре культуры и досуга и вызвала настоящий ажиотаж. Народная театральная студия «Твит» известна видновчанам своими комедийными спектаклями. Однако «Трибунал», поставленный по пьесе Андрея Макайонко, настоящая военная драма. На его премьере собралось около 200 человек. «Трибунал», мне кажется, это в год 75-летия Победы, это очень хорошая возможность посмотреть на серьезную работу театральной студии «Твит». От привычных героических драм «Трибунал» заметно отличается, но спектакль хорошо отражает тему трагичности войны. Зима 1942 года. Семья пастуха по прозвищу Колобок живет в оккупации, когда его назначают в старостой деревне. И царю такой власти не давали, как ему. Захочет – казнит, захочет – побелует. И же я, естественно, разрешу ему побеловать. Конечно, для родных эта новость становится настоящим ударом, и предательства они простить не могут. «Они в райцентре, 80 детишек еврейских, в грузовик погрузили, голенький мир, в такой мороз, в лес не везли, расстреляли. А ты что же будешь им теперь? Патроны подавать, да?» Сын старосты, роль которого доверили актеру молодежного состава «Твит» Даниле Крупскому, больше других злится на отца за предательство. Он не присчитает вместе с плачущими сестрами, он готов отречься от родителя. «Других хоть по принуждению становились. Да ты при людях, добровольно согласился. Да как же мне теперь на улицу-то выйти? Как мне теперь людям в глаза взглянуть, а?» Пьеса «Трибунал» была одной из любимых у режиссера спектакля Ларисы Кейлис в студенческие времена. Поэтому в год 75-летия Великой Победы она решила его поставить со своим коллективом. Эта тема патриотизма в наше время сейчас очень актуальна. И неприятие нацизма тоже. Поэтому об этом надо говорить, и молодежи нужно знать об этом. Свою родину, где ты родился, надо любить, защищать всеми своими силами. Спектакль у зала плодировал стоя. Многие зрители выходили с премьеры со слезами на глазах. «Спасибо, ребята. Огромное спасибо. Вы не даете забыть то, что я человек своей страны». Следующий показ «Трибунала» состоится 4 апреля. Театр «Твит» будет подтверждать звание народного коллектива. 25 апреля молодежный состав театра представит спектакль «Обелиск» по пьесе Геннадия Мамлина, также приуроченной к юбилею Победы. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!